Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу прямого эфира. Как мы уже анонсировали, сегодня у нас очень интересный гость из Гонконга. Я думаю, что многие обратили внимание на эту страну. Может быть, в свете, конечно, последних таких больше политических новостей. Но мы сегодня будем говорить не только, точнее, совсем не о политике. Будем говорить о бизнесе, об экономике. У нас в гостях заместитель генерального директора компании Invest Hong Kong, доктор Джимми Чанг. Добрый день. И также у нас сегодня в гостях, он поможет нам и с переводом, старший советник по рынкам стран Балтии, Инвест Гонконг, Леонид Орлов. Добрый день. Добрый день. Да. Может быть, такой первый вопрос господину Чангу, чтобы он чуть-чуть охарактеризовал компанию Инвест Гонконг. С чем связан, может быть, интерес к нашему региону, к Риге и чем занимается компания? Мистер Чанг, может быть, вы сказали несколько слов о Инвест Гонконг, о деятельности организации и о том, что вы пришли в эту региону, Балтики, и о том, что вы достигаете здесь. Во-первых, я, конечно, хотел бы выразить благодарность. Мне очень приятно быть здесь сегодня на этой радиопередаче, представлять Гонконг. Инвест Гонконг. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что Инвест Гонконг является официальным органом, официальным агентством по привлечению инвестиций в Гонконг. Это подразделение правительства Гонконга. И у организации есть некая двуединая задача. То есть, с одной стороны, мы продвигаем Гонконг как место ведения бизнеса для компаний со всего мира. С другой стороны, мы таковым компаниям оказываем практическую помощь в базировании в Гонконге. Может быть, такой вопрос еще, вот, как так получилось, что, может быть, это такой небольшой экскурс-историй, что вот Гонконг действительно стал вот такой свободной экономической зоной, куда стремятся бизнеса всего мира стремиться. Ну, это очень классный. И что ты видишь идею? Что ты видишь? Что приводит Гонконг в то, как раз в этом направлении, как уникальный бизнес-сторий, для того, чтобы продать Гонконг все это своеобразие, для того, чтобы продать Гонконг в Гонконге, для того как разными, Well, yes, indeed, Hong Kong is quite a strategic business hub in Asia. If I may quote you a few statistics, just to set the scene, according to the Heritage Foundation of the U.S., Hong Kong has been ranked as the world's freest economy for the last 25 years. And then according to the IMD of Switzerland, Hong Kong is now the second most competitive economy in the world. And according to the United Nations, Hong Kong is now the third largest FDI recipient in the world just after the USA and mainland China. And it's mainly attributed to a number of key business strings of Hong Kong together with a few major business opportunities, new market developments that we are facing in front of us. Well, действительно, вы отметили, что Гонконг привлекает бизнес со всего мира. И да, он развился в такой глобальный центр притяжения за последние годы. Хотелось бы отметить, что даже по таким оценкам уважаемых мировых организаций, как там, допустим, World Heritage Foundation, Гонконг является самой конкурентоспособной экономикой мира. Самой конкурентоспособной экономикой мира. По швейцарскому рейтингу это вторая самая конкурентная экономика мира. Это очень интересный рейтинг организации Объединенных Наций. Гонконг является третьим в мире местом по привлечению иностранных инвестиций после Соединенных Штатов и Китая. Ну, это связано и, наверное, с какой-то такой налоговой политикой выгодной, да, для бизнеса? What are the principal reasons, what are the driving forces, you know, for this development? Primarily, do you think it is the tax regime in Hong Kong or something else? Well, the tax regime is certainly one of the few major attractivenesses of Hong Kong. As a matter of fact, for companies doing business in Hong Kong, they're subject to only a corporate income tax for which the normal tax rate is only 16.5%. But what's more encouraging is that the government actually introduced a new tax arrangement so that for companies in Hong Kong, now for the first two million Hong Kong dollars of profit, they pay only 8.25% corporate income tax. So it's extremely attractive for startups and SMEs. And of course, in addition to our tax advantage, the rule of law and also being centrally located in Asia and also our status as an international financial center, all these combined to make Hong Kong a very attractive business hub in Asia. Well, not only the same for the same for the same, but in a certain extent, and it. I would like to mention, that in Hong Kong there is a single tax tax on the profit of the company, a corporate tax tax, which is 16.5%. No other tax tax, no other tax tax, no other tax tax, no other tax tax, no other tax tax tax, no other tax tax tax. In fact, I would like to mention, that in the second year, we have a very interesting tax tax tax, so that in Hong Kong, all these companies pay for 50% of 16.5%, that is, it's 8.25% on the first two million Hong Kong dollars of profit. That is, two million Hong Kong dollars, it's about 220.000 euro. But, in Hong Kong, it's a very clear position of the world. Hong Kong has a ideal position in Asia. Hong Kong itself is one of the biggest financial centers in Hong Kong. It's the third financial center in Hong Kong. How you are, I can't ask, because those who are looking for international, and the world's news, but in the last few years, the last few years, in Hong Kong, can this impact on business? Are there any predictions when you can achieve some compromise? We are all watching the development of the situation in Hong Kong with the social unrest there, and everybody is concerned, what is the influence of these events, of this situation, development onto the business situation in Hong Kong. And what is your vision on when this discontent, when this turmoil is going to kill down? Well, unavoidably, the protests that are going on in Hong Kong will have a certain degree of negative impact on our economy. And we have seen our tourism sector being quite affected because of this issue. So businesses of hotels, restaurants, and retail shops are being affected. A lot of people have asked me when all these protests are going to come to an end. I wish I had a crystal ball to tell the answer, but unfortunately I don't. But one thing for sure is that it's now the top priority of the Hong Kong government to stop violent protests and restore Hong Kong to normal. And our chief executive is setting up a cross-sector dialogue with various stakeholders in our society to hopefully discuss various major issues and come up with an agreement, common grounds to achieve. So hopefully these protests will be something short-term. In the long run, we believe that Hong Kong's fundamentals are still strong. And after these things come down, we will actually do a lot more international promotions to help Hong Kong regain the economic momentum. So, yeah, that's the plans of our government right now. — Nailzha not отметить, естественно, these events повлияли негативным образом и на деловой климат в Гонконге, и на восприятие Гонконга, глобальное восприятие Гонконга. Самые первые знаки, на что это повлияло, естественно, это туристическая отрасль. Гонконг — это самое посещаемое в мире место по количеству туристов, приезжающих в году. В первую очередь это повлияло, конечно, и на отельный бизнес, и на ресторанный бизнес, и на розничную торговлю. Ну, вся сфера обслуживания. Вся сфера обслуживания, увлечённая, конечно. Хотелось бы знать, когда это всё закончится. К сожалению, как сказал господин Чан, у меня нет вот этого волшебного шара, в который я могу заглянуть и сказать, когда это кончится. Но, тем не менее, практически все слои Гонконга, институализированные, так скажем, социальные группы Гонконга, они стремятся к тому, чтобы найти какую-то общую площадку, какое-то общее мнение. Глава администрации Гонконга, госпожа Кэрри Лэм, она именно выступила с такой инициативой, что вот это согласие, этот консенсус надо искать в разных социальных группах, надо искать в разных профессиональных сообществах. Действительно, то, что сейчас произошло, очень негативно повлияло в такой краткосрочной перспективе. Но, надо отметить, что фундаментальные ценности Гонконга, они остались незыблемыми. И, естественно, мы будем прилагать все свои силы в дальнейшем, чтобы продвигать Гонконг, чтобы, так скажем, восстанавливать позитивный имидж Гонконга на международной арене. И это естественным образом будет отражаться и в экономическом развитии Гонконга. Не секрет, что многие предприниматели, в том числе из бывшего Союза, рассматривают Гонконг как какую-то определенную площадку для использования необъятного рынка континентального Китая. Вот почему и действительно ли из Гонконга, не знаю, легче вести бизнес с Китаем? Или это предубеждение? Есть большая предупреждение в США и в США. Это очень common для предпринимателей, для бизнес-коммунитета, что Гонконг является хорошим местом, как и для работы в Китайской области. И если так, почему? Ну, я думаю, что Гонконг является лучшим платформом или гейтсом для доступа в Китайской области, или, в общем-то, в Азербайджанской области. Я имею в виду некоторые традиционные средства, как бизнес-коммунитета, как бизнес-коммунитета в США, как ло-тек, и, в общем-то, очень дешевая городская область, как бизнес-коммунитета, как бизнес-коммунитета, и так далее. Это очень важный фактор для Гонконг для поддержки нашего бизнес-коммунитета в США. И также, очень важно, потому что, мы являемся частью Китайской области, и наша родная страна предоставила несколько полиции для поддержки для поддержки Хонконг. Например, это афри-траде agreement между Хонконг и Минайн-China, what we call the Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA, CEPA, в короте. Это дизайгременно позволяет Хонконг-басте компании enjoy preferential вакциям для развития в Минайн-China более фаворужей чем другие социальные компании в Китайской рынке. Я думаю, да, Хонконг может быть лучшим для любых социальных компаний из этого мира, из-за Балтики, из-за Азии, из-за Азии, в Китае, через Хонконг это очень нужна платформа. Да, я согласен с таким суждением. Гонконг действительно идеальная платформа для работы не только на рынках Китая, но и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Это и низкий налоговый режим, это и географическое положение, это и роль международного финансового центра. Все это делает Гонконг таким деловым хабом, сосредоточением деловой активности в регионе. Тем не менее, Гонконг это часть Китая. И, чтобы мы сегодня негативно и не говорили, но Китай очень многое сделал для Гонконга в последние годы, особенно в плане определения политики экономической для Гонконга. Ведь это Китай дал Гонконгу особые, преференциальные условия для работы вообще в мире, на мировой экономической арене. Об этом многие сейчас забывают. Об этом, да, многие забывают. Но я помню, что вот тот договор беспрецедентный, договор о свободе торговли между Гонконгом и Китаем, который известен как СИПА, Close Economic Partnership Agreement Arrangement, первая его часть вошла в действие в 2003 году. Сейчас уже редакция там 18 или 19. Это беспрецедентный договор. То есть он дает такие преференции гонконгским компаниям, как никаким другим на китайском рынке сегодня зачастую. Может быть даже они выигрывают и перед континентальными китайскими компаниями. Поэтому да, я полностью согласен с таким утверждением. Может ли как-то повлиять, не знаю, на бизнес Китая сейчас? Но многие это уже называют определенной торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем. Вот что думают на штуках? Как вы понимаете, как вы понимаете, что на СИПА на Китайском рынке на Китайском рынке? Конечно, мы все знаем, что Китайском рынке очень открытая экономия, очень экзотерненно orientирована, поэтому интернациональный рынок является большим частью нашей экономии. Поэтому, это почему, что у нас, в том числе, что у нас на Китайском рынке, что у нас на Китайском рынке уничтожены на Университете. И вообще, мы видим, что наш экономия в первую половину, Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Да, мы сегодня встречались с рядом компанией, могу сделать такой краткий вывод, не претендует, может быть, на целостность восприятия. В основном это компании, которые являются поставщиками товаров народного потребления, промышленных товаров. Это компании, которые уже имеют внешние рынки, компании, которые либо стремятся выйти на рынки Азии, либо хотят расширить свою клиентуру на азиатских рынках. Вот здесь Гонконг, естественно, может выступать идеальной платформой для функций как маркетинга, так и продаж для всего региона Азии. И залогом здесь является не только низкий налоговый режим, который гарантирует Гонконг компаниям, предприятиям, приходящим работать сюда, но это и легкость ведения бизнеса, легкость организации бизнеса и минимальная бюрократия, которая у нас существует. Если мы говорим о бывшем советском сообществе в Гонконге, есть какие-то успешные, интересные примеры, может быть, советы в этой связи? Мы уверены, что у нас есть значительная сообщество сообщества в Гонконге. У вас есть какие-то успехи для компаний, которые начнутся в Гонконге и успешны в Гонконге? Well, InvestHongKong has previously assisted a few Latvian companies to successfully set up their business operations in our city. Interestingly, most of these companies are coming from the financial services sector, which is, of course, obviously a very important sector for Hong Kong. So, in the near future, what we would like to see is companies from the Baltic states operating in a wider variety of business sectors will also consider utilizing Hong Kong to grow their business in Asia. Ну, могу ответить, касательно компаний, которые происходят из Латвии и работают в Гонконге сегодня, у нас было несколько таких успешных примеров. Как в предыдущем ответе, да, мы вынуждены сохранять конфиденциальность. Можем сказать только, что эта компания, естественно, в доминирующем своем большинстве были компании сектора финансовых услуг. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы расширить вот этот вот спектр спецификации компаний, чтобы не только компании с сферы финансовых услуг выбирали Гонконг в качестве своего места базирования в Азии. Может быть, такой практический совет тем предпринимателям, которые, может быть, слушают наши эфиры и, может быть, даже действительно задумались, что, может быть, там, не знаю, открыть какой-нибудь там филиал или региональное отделение для того, чтобы работать на рынке АТР вот этого Азиатско-Тихо-Азианского региона. Не так много у нас информации есть о таких практических вопросах, технических, к примеру, нужно ли для этого получать вид на жительство, как долго действует виза деловая, или еще какие-то формы легализации пребывания вот иностранных предпринимателей? Ну, definitely, there are some intending entrepreneurs who are regarding Hong Kong as a future location, or tentative business location, listening to this program right now. Maybe you can say a few words. Are there any particular, specific particulars, considering, well, work permits, visa issues, you know, legal aspects of an entrepreneur's stay in Hong Kong? How difficult it is, whether it is necessary, absolutely necessary to get a work permit or not, just basic things. Well, of course, the first legal requirement is probably to register a limited company in Hong Kong. As I mentioned, Hong Kong is the freest economy in the world for the last 25 years, so this part is relatively simple and straightforward. And then, depending on whether, say, the Latvian entrepreneur would like to, you know, send a senior executive to Hong Kong, or he or she would like to personally relocate to Hong Kong, then maybe a work visa is needed. So, right now, Hong Kong government really welcomes talent and professionals from overseas countries to set up their business in Hong Kong or be employed in Hong Kong. Of course, you need to get a work visa, and Invest Hong Kong is here to support that process. Roughly speaking, on average, it may take one to two months for the whole application process to complete. So, it's not something hugely difficult and challenging, I would say. Well, first of all, естественным условием является регистрация компаний с ограниченной ответственностью, Limited Liability Company. We already talked about, that in the last 25 years Hong Kong is the most свободy economy in the world. So, this process is very simple and understandable. It depends on, if it depends on if theろう or the профессионала на местном рынке. Естественно, необходима рабочая виза. Рабочая виза в Гонконге процесс оформления занимает от одного до двух месяцев. И это одна из сторон нашей деятельности. Мы помогаем с этим вопросом, мы оказываем и практическую поддержку, и мы находимся в связи с иммиграционным департаментом Гонконга, чтобы максимально упростить и, ну, как бы не то, что каким-то образом содействовать, но максимально тщательно рассказываем, максимально полно рассказываем об этой процедуре, чтобы избежать каких-то подводных камней. И тем не менее, мы в прямой связи находимся с иммиграционным департаментом. Может быть, такой последний вопрос, ну, он такой весьма важный, что касается вообще, или предпоследний, Гонконга. Ну, все-таки, если мы говорим о Латвии, ну, вообще о Балтии, это все страны сейчас Европейского Союза. Есть ли какие-то особые договоренности, и соглашения в экономической сфере между Европейским Союзом и Гонконгом? Ну, мы сейчас в Латвии, и мы поговорим о бизнесе между Латвия и Гонконг. Латвия является частью Европейского Союза. Вы можете поговорить о специальном договоре, о специальном договоре между Европейским Союзом и Гонконгом, и, возможно, Гонконг и Гонконг? С чегоестно? Ну,ясожу! Ну, это то, что я знаю, Гонконг и Гонконг ЕСомин «Латвия» есть данный обеспечение «т transforms его в tungopolitку Neither в Burn野», чем Ц bright онitty? Смотрите, это значит что , на самом деле это будет быть бесплатным, чем Cheng speciать его на бр designed Продолжение следует... 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 свои экспортные возможности, в каких сферах сейчас гонконгские компании преуспевают? This is certainly true, especially given the fact that a lot of mainland Chinese companies, when they are to expand internationally, very often they set up their base in Hong Kong. То есть они также называют Хонг-Конг-бастые компании. И эти Миналин-Chinese компании, based в Хонг-Конг, постоянно looking for attractive investment opportunities around the world, including в Балтик-статях. И теперь, given the Belt and Road Initiative, компании engage in инфраструктурал development, and professional services are very eager to development projects around the world. So I think this particular area related to construction, infrastructure, financial and professional services are very hungry for overseas investment opportunities. Когда мы говорим об экспансии гонконгских компаний, нужно подразумевать, что огромная часть такого рода гонконгских компаний по сути своей являются дочерними подразделениями компаний из КНР, крупных компаний из КНР. Потому что когда какая-то крупная китайская корпорация начинает международную экспансию, в 99 случаях из 100 она регистрирует дочерние предприятия в Гонконге, собственную компанию в Гонконге. И уже пользуясь этим удобным, этой удобной формой юридического лица начинает выходить на международные рынки, на мировую арену. Здесь, естественно, есть интерес и к инвестированию в разные объекты, в разные проекты не только в целом в Европе, но и в странах Балтии, в странах, которые расположены на широтах инициативы реализации пояса и пути, так называемого, тоже известного как «шелковый». Прежде всего, естественно, это сектор услуг. Это инфраструктурные услуги, это профессиональные услуги, это девелоперские услуги. То есть, если по отраслям перечислять, то, наверное, три основных – это строительство, это развитие инфраструктуры, это профессиональные услуги. Да, спасибо большое. Так вот быстро время у нас с эфира подошло к концу. Заместитель генерального директора НВС Гонконг доктор Джимми Чанг и Леонид Орлов у нас были сегодня в студии. Большое спасибо. Спасибо.